Наиль болельщик со стажем. Впервые на Уфимский стадион-строитель он пришел в 10-летнем возрасте. Он не пропускает ни одного турнира по мотогонкам на льду. Так в минувшие выходные здесь прошел чемпионат России. Я еще помню, когда ездили Фарик, Шайнуров, Дудорин, Доробяцкая, Рахман Кадыров. Я здесь с детства хожу на стадион. Все время хожу на стадион и смотрю гонки, и летние гонки, и зимние гонки по СП-двею. Вся жизнь у меня в этом деле. Мне очень нравится, я на этом вырос. Мои дети тоже любят гонки. Есть на что посмотреть. И молодые гонщики, и старые гонщики. Никто никому не уступает. За титул чемпиона России борются лучшие гонщики страны. Болельщики приезжают поболеть за них с разных уголков. Приехал с Новосибирск, приехали поддержать уфимцев на данный этап, потому что им тяжелее, чем тольяттинцев. Они потери понесли. Ну а если честно, болеем только за мотоспорт, за красивую езду. Не важно, спортсмен даже который проигрывает. Он борется и желание есть его поддержать. Но живу в Вятских Полянах, Кировская область. Езжу каждый год сюда в Уфу на финал. Болею за Колю Красникова. Уфу на соревнованиях представляло несколько спортсменов. Среди них 18-кратный чемпион мира Николай Красников, который свое чемпионство оформил еще за тур до окончания чемпионата. Вторым был Даниил Иванов из Тольятти. Третий Дмитрий Хамецевич из Амурской области. Все трое будут участвовать в командном чемпионате мира, который пройдет в Германии. А вот от участия в личном чемпионате мира Николай Красников отказался. Мне не хочется, потому что действительно выросли новые имена. Зачем вам смотреть на меня из года в год, когда как приятно, когда какой-то новый мальчишка садится на мотоцикл, добивается, выращивается, воспитывает характер. Потом он будет бойцом, потом еще кому-то передаст. Это гораздо эффективнее. 24 и 25 января в Уфе состоится командный чемпионат страны.